здравствуйте дорогие друзья вас приветствует Галина Конышева я приглашаю вас на экскурсию по Исаакиевскому собору экскурсию я сняла на камеру и никаких пояснений по экскурсии давать не буду мы с вами и вместе посмотрим а выводы будем делать потом отдельно но кое-какие наметки даже с помощью камеры я вам дам потому что у меня самой возникла масса вопросов но мы должны хорошо понимать что экскурсоводы прекрасно выполняют свою работу большинство из них делает это с огромным удовольствием они ее искренне любят но экскурсовод не является автором текста и плана экскурсии он не может нести никакой отсебятины содержание информации согласовывается с министерством культуры и строго соблюдается никаких отступлений и самовольной трактовки быть не может итак уникальное здание нашей страны не только петербурга на всей страны это исаакиевский собор петербурге 2016 год экскурсия петра в риме святого павла в лондоне и церкви санта-мария дельфиора в плавнице высота исаакия 101 с половиной метра помещается здесь 16 тысяч человек название такое потому что пётр первый родился в деле памяти святого исаакия до алманского это был византийский монах жил в четвертом веке в константинчане во времена петра у нас городе построили первую деревянную исаакиевскую церковь а этот исааки уже четвертой по счету давайте посмотрим по центру не вставайте вот видите когда пётр первый только основал маленькую деревянную исаакиевскую церковь построили для адмиралтийства где корабли сооружали вторая церковь тоже петровских времен была каменная побольше со шпилем стояла ближе к небе где сейчас медный всадник когда еще берега не укрепили здание бустер стало разрушаться а исаки 3 уже на этом месте решила строить екатерина вторая вот задумали красивое здание с мраморной облицовкой снаружи но екатерина умерла а павел первый который взошел на престол хотел строить свой михайловский замок где его заговорщики потом задушили и для замка он забрал весь мрамор заготовленный завистать третий храм пришлось достраивать из кирпича первоначальный проект сильно упростили и в центре города появилось такое неказистое сооружение и преследующим правитель александре пиром решили перестраивать городостроительный комитет поручил эту задачу молодому французскому архитектору агюсту монферрану вот по его проект этот храм как главный российский строили 40 лет после окончания войны с наполеоном монферран выпустил целый альбом картинок литографы посвященных строительству пойдемте смотреть как все пройдет когда собор стали сооружать современников больше всего поразило но виды установка его колонны которые вы видели снаружи это гигантские гранитные монолитные нижние колонны высотой 17 метров весят в 114 тонн тонн они сделаны из гранита красного цвета с черными точками поэтому по-фински такой гранит называют тарапа киви в переводе ганилое мясо была тогда частью российской импирии там будущая колонна клиньями вручную откалывали в карьерах местечки пилтерлахс и в петербург везли по финскому заливу и не вену суток а чтобы колонну установить известный инженер августин петанго проектирует специальные леса строительства макет этих лесов а сейчас пошло пойдемте к нему это у нас макет еще 19 века он в 16 раз меньше чем были леса настоящие внутри в конце одного из проемов изобразили подобие колонны а управлялись леса вот такими рычагами Кабистана из канавы каждый Кабистан очень началась вращая всего Кабистана около шестой колонна сначала внутри в проеме лежала верхнюю часть у нее обматывали канатами канаты пропускали через Кабистан привязывали к ним блоки, а концы канатов соединяли с Кабистанами Кабистана начинали вращать, канаты на них наматывались, натягивались тянули колонну и она начинала подниматься сооружение было уникальное такую громадную колонну за 45 минут устанавливали все колонны стоят ничем не укрепленные только за счет своей тяжести держится вот эти колонны нижние установили когда еще не было стен иначе негде бы было леса размещать стены тоже не стандартные от двух с половиной до пяти метров толщиной они не только из карпича, но и слоями гранита проложены и облицованы мрамором внутри из карпича а вот по образованию кухлого собора в Америке создавали потом кухолую фигуру где правительство конгресс решает и тогда мы пойдемте поддержку посчитай ступеньки ступеньки понятны что это заменено мы построили уже в готовом виде как он есть вот 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 смотрите что американцы купали до Исаакию большие здания куполась делали из карпича или камня они были тяжелые а тут когда купол стали сооружать оказалось что на фундамент хоть он уходит на пять этажей под землю все равно уже предельный вид приходится купол решили сделать легким он один из первых цельнометаллических в мире из трех частей состоит внутренние части сборная из чугуна наружная из золоченой меди золотили три раза огняковым способом это когда золото растворяют в ртути покрывают этой смесью лист и нагревают его чтобы ртуть испарилась покрытие такое долговечное что до сих пор не нужно реставровать но с ртутью опасно работать в золотчике использовали маски стеклянные но все равно 60 человек погибло потому что они парами ртути отравились ну а теперь давайте будем на архитект вот смотрите видите у нас тут скульптурное портрет тех кто помладше можно вперед пропустить скульптурное портрет Агюста Монферрана разноцветный он из камня который в отделке собора применяли это вот прижизненное изображение Монферрана тут 70 к нам в россию он приехал из франции когда ему было 30 строительство собора стало для Монферрана делом жизни он умер через месяц после того как собор открыли осветили современники ругались сначала Монферрана считали что собор слишком долго строить 40 лет и главным подтверждением его таланта стала знаменитая Александровская колодина которая на дворцовой площади армегажа установили в честь победы над наполеоном которая была при Александре Эту колонну Кушкина называла Александрийским столбом и она конечно побольше наше 114 а она более 600 он висит но тоже за счет своей тяжести держится а еще если собора выйти направо повернуть мы видим первую работу Монферрана в России желтого цвета особня Колобанова Ростовского там и львы есть у подъезда не видно львов их Пушкин напоминал в поэме Медный псорник на одном из них сидел Евгений главный герой когда от наводнения спасался так что вы видите справа почему Монферран из камня я еще расскажу сначала давайте посмотрим вот видите только два шага от объекта делают всегда в музеях чтобы сзади людям тоже было нужно вот мы с вами об истории этих храмов говорили уже так что вам все понятно да и всякие храмы с петровских времен их макеты новые видно что дерево свежее несколько лет а вот этот макет ровесник собора крепостной мастер Максим Салин 11 лет вырезал этот макет раньше на столе Монферрана в кабинете вот тут видно что снаружи много скульптуры над колоннами внутри фронтонов треугольных скульптурная группа вот на фронтоне с той стороны тоже Монферран изображен с моделью собора в руках когда Исааки начинали строить в моде был классический стиль в архитектуре ориентировались на античные храмы как Древняя Греция с колоннами но собор же долго строил в архитектуре появилось новое направление эклектика вот эклектика даже в одежде это что-то смешение разных стилей вот пышное оформление сводов позолотая скульптура более поздний стиль барокко в нем свои дворцы строил великие расстрели которые например в Зимней дворе в большей части армитажа создавали а двери внутренние поближе потом посмотрим уже третье направление память об итальянском возрождении ренессансе ближе к Средневеку а теперь пойдем посмотреть почему Монфирана с камнем тут не макет тут не макет тут не хрисов потратили 23 млн серебряных рублей Самое дорогое с них золото, около 300 кг, гораздо дороже золото, именно камень. У нас в России с дерева и кирпича все в основном строят, но Исааки не зря называют музеем камня. Вот статуи раньше делали часто из белого мрамора, очень дорогого итальянского каравского. У нас этим мрамором знаменитый бейсик и наставник. Потом использовали камень местный, видите, у нас под ногами. Серых тонах это наш мрамор, русский, альский. Наш вот этот розовый, дивдийский мрамор, они из Карелии у нас. И на стенах разноцветный мрамор, итальянский, французский, зеленый, желтый, красный. Так что столько видов камня, даже пересчитать сложно. Примерно 40 видов, даже в дворцах такого не встретишь. Мраморы везде установлены. Натурального обычно 2-3. Ну и теперь пойдемте к центру посмотрим, что художник пересчитал. Здорово, да? Что касается художников, тут, конечно, работали лучшие мастера своего времени. И у нас в городе их картины в русском музее можно посмотреть. Христианский храм, алтарек всегда на востоке. Смотрят, где все люди стоят. Вот главное напротив на западе. В западной части все изображают по первой части Библии Ветхому Завету. Вот у нас там реставрация. Работы на занавес перенесли. И видно Адама и Еву из сотворенных животных. Рядом выше сотворение светил. Это работы Федора Бруни. В русском музее самая большая картина. Именно его называется «Медный змей». Ну, а в этой части восточная уже новый совет. Вот напротив еще одна понятная работа Федора Бруни. Я вас так ударил, зачем остается. Страшно. Хреста окружают праведники и грешники, будущее которых символизирует поднимающиеся и выходящее солнце. И в небе три солнца сразу оказываются. Два по сторонам, в центре большого. А вот самая большая роспись Сафора, 816 квадратных метров. В плафоне главного купола работают для Великого Карла Бруни. Вот у Карла Бруни. Какая картина самая известная. «В последний день памяти». Да, вот молодежь и взрослые знают. Вот и уже запоминайте. Там люди от извержения вулкана бегут. Картина в русском музее у нас. А эта работа Бруни называется «Богоматери Вославы». Угора Богоматери в синем плаще. Вокруг святые поправители дома Романовых. Вот Романовы это кто? Царь и императоры русские. Петр Первым был Романовым. Все остальные. Вот эта работа Карла Брилову стоила жить. Собор только строился, не отапливался сырой сквозняки. И художник заболел. Поехал лечиться в Италию. Умер. Там еще до открытия Исааки. Ревматизм и осложнение начать. А вот как художники там рисуют. А вот когда дома строят, есть такие леса вокруг. Видели? Там площадки рабочие. А тут леса были внутри. И художник рисовал на площадке под потолком. Стоя или даже лежа, если ему так больше нравилось. В центре купола внутри фонарика. Так, девушка, вскушка отключите, пожалуйста. Висит скульптурное изображение голубя. Голубь в троица означает Святого Духа. Нам голубь кажется маленьким. А на самом деле раз махнули в метр шестьдесят пять. Просто высота как три колокола. Ну голубь большой, зато легкий. Он внутри пустой. Тонкая наружная оболочка из меди. Это тогда наш академик якобы придумал способ гальвана пластики. Так фигура делась. Голубя посеребрили сверху. А остальные фигуры позолочены. Это Ангела на дне. Из-за того, что собор огромный. Больше футбольного поля. Сложно было отапливать, даже когда открыли. Из-за сырости и перепадов температуры. Росписи стали разрушаться. Тогда решили заменять их мозаиками. Она почти вечно сохраняется. Но здесь мозаики тоже не такие как пустые. Издали они действительно выглядят как живо. То есть кусочки маленькие подбирались. Пойдемте поближе. Показываю. Когда подходят, уже кусочки очень хорошо. Они называются смальта. Это сплав стекла и металла. Разные металлы, разные цветы дают. Использовали в соборе 12 тысяч цветов и оттенков смальты. Очень внимательно подбирали подсветы, чтобы все оттенки передать. Хотя это очень сложно. Два мастера за год скопировать могли только метр квадратных живописного пола. Так что здесь мозаики набирали 70 лет. До первой мировой войны несколько поколений мастеров успели далеко не общаться. Вот спаси на корове в 10 раз мозаики больше. Ну что же ему писали код. Мозаику упрощенную. А тут покопировать приходилось, что было нарисовано. Видите, вот эти повыше мозаики. Для икон, которые в низших располагаются там иконы картины. Тайные вечери, они над царскими воротами всегда, это в боковых пределах не вставлено. А в центре, вот смотрите, что же за медили из роскоши. Вот наверху треугольники паруса. У них уже мозаика 4 вон бились, да. И под парусами ниже, в торце, в прямоугольниках тоже мозаика. Страстная неделя. Страдание Христа. Вот там, против поцелуевых. Начинали мозаику набирать с иконостасов. Но прежде чем к главному подойти, давайте двери посмотрим. Что касается дверей, двери тут огромные. У них, как у квартиры, сущность 42 кг. Один из сделаны из дубой груди. Сами створки. Дубовые накладки, прузовые, сверху липкие. Так что створка 10 внизу. Есть специальный механизм, позволяет при помощи подшипников большую часть двери, вот эту до пяти, открывать их пузо, даже пара человек, что открываются и сейчас прекрасно. Открывают несколько раз в году, по большим церковным праздникам. А теперь давайте смотреть, кто тут изображен. Это святые, только на всех дверях разные. Напротив, на северных, византийские. Там главный герой Исааки Далманский, Николай Угодник. На этих дверях наши русские святые. Вот на этой створке главный герой князь Владимир, крестителя Руси. Владимир сам крестился в Крыму, где Севастополь сейчас город. Внизу вот киевлян крестят в Днепр. В Днепр, Малайбеш, понимаете, далека от Киев. А на второй створке покровитель нашей земли Александр Невский. Кому нужно начало экскурсии, это не у нас, это вот Грючка. На второй створке покровитель нашей земли Александр Невский. Наверх он сражается за эти земли. Саша Невская жительства. А у меня живут в Ледке Петр. Стоит и перевозит мощи остатки Александра Невского. Из Владимира в Петербурге. Александр Невский похоронен в Александр Невской лавре. Это монастырь в конце Невского проспекта. Если мало ли вы в Лавре не побываете, чтобы вы знали, там была еще известная именитая Чайковская, Достоевская, Суворов, Фоломоносов и много известных людей похоронены. Теперь пойдемте главное к наступ. Теперь пойдемте к гадонам. Теперь пойдемте к гадонам. Что касается иконостаса, мы, конечно, хотели сделать богатым, потому что это был главный храм империи. Вот первым мы замечаем колонны. Зеленый камень называется Малахит, синий лазурит. Эти камни не бывают больших размеров в природе, колонну не вырезать. Так что это чугунные цилиндры металлические, а камень сверху наклеили кусочками 2-4 мм толщиной и подбирали как мозаику, чтобы казалось, что колонна из Манабина. В Эрмитаже целая гостинная Малахитовая, но не ответ он на Малахита потратил. На эти колонны вышло 14 тонн нашего дорогого уральского самоцветного сказка, какая есть про Малахитову. Малахитовая, аж когда, ну да, взрослые знают. Малахитовая, молодежь, вы тоже читаете. Малахит зеленый всегда русским камнем читался. Негде в мире его в таких количествах не было. А вот лазурит синий у нас тогда еще не нашли. И лазурит как золото стоило. Крашения только делали, это более тонно. Бадахшанск по лазуриту из Персии привезли. Вот в нижнем ряду от Христа справа, с бородой Исааки до Алмацы. В православных храмах так полагается. Справа от Христа должна быть храмовая икона. В Никольском Николае Угодников, в Троицком Троице и так далее. И вот тут первый и второй ярус мазока. А в третьем ярусе тайное вечеря. Мозаичная. А вот ниже, видите, скульптурная группа «Христос во славе» еще один знаменитый делал мастер, Клод Петр Кадлович, который хорошо лошадей изображал, скажем так. Вот у нас в Донежском есть Аничков, мост юноши Канею прощает, на руках и лорка. И на площади, откуда вы заходите, в Исаакиевске, стоит конный памятник Николаю Первому, конь на задних ногах первого. Это Клод и архитектор Монтаран делали вместе память. А вот окошко из цветового стекла, а как такая вещь называется? Вы вспоминайте? Помнишь? Витраж называется такая вещь. Обычно витражи можно увидеть в Европе, в готических средневековых храмах старинных. А тут просто витраж делали, чтобы поярче было центральное изображение Христоса. Судьба у собора необычная для храма. Его открыли и осветили в середине 19-го люка в 1858-е. И на следующий год с крестом ходом сюда вот эту икону принесли. Верующие считают ее чудотворным списком. Тихвинская икона Божьей 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 Божьей. Тихвин это в Ленинградской области было. Сама икона там в мужском монастыре считается покровительностью нашей церкви, которая помогала Тихвинцам, когда они помогали ополчению именина и пожарства. А наш петербургский список, это же 19-го века, чуть несовместен имя прославлено, все горожане ее не слышали. С другой стороны, кафедра проповеди читательства. Собора свое издательство было раньше. И сначала, после революции, собор был действующим. Ну, постепенно средства закончились следить за зданием в те времена, когда к религии не очень хорошо относились, храмы разрушали. Потом все-таки соборную реставрацию закрыли, но после нее тут решили открыть уже в 1931 году музей антирелигиозной пропаганды. И тут стали показывать физический опыт с майпеком Фукул. Майпек это шар. На тросе слесал тут в центре. Его в 1986 году только сняли, чтобы голодом повесить обратно. Когда вешали этот майпек и голодом снимали, то опыт с майпеком вращения земли подтвердает другого французский физику. Он долго висел, хотя собор был антирелигиозным музеем только шесть. То есть 37-м год. Вот пойдемте посмотрим фотографии, что в калахане, и действующего. Смотри на пол. Не видишь свастик? Угу. 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 Вот знаете, молодежь, наверное, это когда мы в прошлом веке с фашистами немцыми воевали с Гитлером во полове. Блокада, это было кольцо оборона вокруг нашего города. И здесь нет, там абсолютно засыпают, чтобы его снаряды не повредить. Их продуктов не было в городе, все съели, а новые же мне провести враги же вокруг. Видите, весной даже все газоны в угороды превращали. И вот у нас, если собор обойти с той стороны западной, там на колоннах можно увидеть следы от попадания снарядов. Мы стояли как память о блокаде. И на самом деле не снаряды, а больше сересаки повредили. Помните, мы смотрели, какие у него мощные стены толстые, да? Поэтому в войну, тут внутри как в крепости, хоронили коллекции наших знаменитых пригородов. Пригороды у нас какие знаменитые? Сергов, Белефанка. Не знаем, как это было? Сергов, Кушкин, где Кушкин начался палоск. Они-то были заняты разрушенно, все фашистские. А вот коллекции отсюда привезли, они сюда прилетали, прямо рядом со своими строителями. Хранители, мы прошу прощения. Вот хранители, видите, в подвалах собора прямо жили тогда. Поэтому у нас внизу даже там блокадная экспозиция есть небольшая. Вот там у нас и маятник Фукуса лежит на отдыхании. Так что вот экспонаты пригородных дворцов на пасху хранили. Собор сам больше пострадал из-за того, что не отапливалось. У нас в войну зима были 40 градусов. в городе. У собора стены насквозь промерзли, стали оттаивать потекла вода. И вот видите, вся живопись, которую мазайки не успели. Заменить очень пострадало. Краска стала вздуваться, отваливаться. Хорошо наброски эскиза остались в русском музее. Так что работе Карла Брулова драгоценной очень повезло, что это плафон. Нижнюю металлическую часть обшивали деревом. А на воду все-таки впитало. И у Карлова слава Богу 15% только прошло 300. А на воду. Теперь пойдемте. Две минуты? Нет. Вот смотрите. Видите свечки? Вот у нас высокие три предела. Центральные. Эти стелли и садли и алмазские. Дальние арки святые патерины. Дальние арки святого Александра Невского. Расскажите внимание. Свечку можно всегда поставить. Справа за углом продаются. Два раза в день службы. Утром в восемь. Для обеда в три месяца. И дополнительно еще бывают церковные праздники. Которые не главные в году. Тоже службы. Приходить свободно. Потому что приходит очень мало народу, ходит прохожой. Верующие, которые живут рядом иногда, паломлены. Хотя любое путь. А несколько раз в году, когда главный, для вас пользуются. Но Исааки главным церковным храмом у нас не является. Потому что слишком ценный, как нужно. Выбрали главным у нас церковным. 90-й собор Казановский. Тот что на Невском с колоннадой. Где Казановский. Ну что касается нашей колоннады. Наверху там есть смотровая площадка. Можно посмотреть центр города. С высоты птичьего пальма. Чтобы наверх попасть, нужно собор обогнуть. Вернуться ко кто-то. Там нужен правый пюрзик. Там нужен правый пюрзик. Везет церковь. Наверх там полу. То есть. Пару раз заходят дороги. Там неслучно. Понятно. Пару займись в городе. И вот такими секторами. Вот наверху динамика рассказывает. Повторяю про центр города. Последние годы. Колоннады. До четырех раз. Пару живые. Пару живые. Малыш раз в год. В Москве. Так что вот это то, что я хотела рассказать. Вопрос. Скажите ради Бога. Если все будет непонятно. Вам спасибо. Извините. Можете сами погулять. Фотографировать лучше себя на память. Спасибо. Благодарю вас, что смотрели это видео. Надеюсь оно вам понравилось. Оставляйте свои комментарии. Будем вместе обсуждать. Всего вам доброго.